Добрые ранницы, славяне! Я Арстоцкий, а это Crusader Kings 3, и сегодня мы с вами продолжаем играть за славян и создавать славю. Это было приветствие на белорусском, если что. В прошлой серии я поздоровался на украинском, но мне написали, что вышло не очень. Но я пытался, простите. Итак, что у нас было в прошлой серии? Во-первых, мы с вами покорили Новгород и очень сильно расширили наше владение. Рутеня очень сильно выросла, но есть одна проблема. В конце прошлой серии наш правитель Андрей Щитрода, к сожалению, умер в возрасте 63 лет. Он напился до смерти, но к власти пришел его сын Станислав, который неплох. У него отличная дипломатия, остальные навыки такие себе, но дипломатия тоже очень важна, и я думаю, у Станислава все будет хорошо. Ему всего 24 года, молодой, горячий, усердный, щедрый и общительный. Просто великолепный правитель. И да, после смерти Андрея у нас разделилась страна. Мой брат Радислав унаследовал себя Новгород, поэтому сейчас мы будем с ним воевать, заберем себе Новгород и будем расширяться на север, чтобы забрать себе Бьяр Малант и Владимир. Кстати, Бьяр Малант вообще входит в Славию или нет? Нет, Бьяр Малант не входит, то есть в целом он нам не нужен, но, наверное, все равно там позахватываю провинции, чтобы у нас империя была полная, а может быть и не буду. В общем, в приоритете сейчас это Владимир. Давайте запустим время. У нас сейчас идет какая-то война. А, я помогаю Шлезвингу, но они тут победили уже. Все. Кстати, Минск, мой вассал, сейчас нападает на Новгород, и он хочет забрать себе Смоленск. Шанс на победу у них, думаю, есть, но все равно Новгород надо забрать себе. Стоп, а я не могу сразу же все королевство забрать. Это плохо. Тогда немного подождем, чтобы я хотя бы мог Новгород забрать, а потом за Владимир объявим войну. Я думаю, что у нас больше не будет такого происходить, то есть раскола страны, потому что в этой серии мы, скорее всего, создадим Россию. Только потом, когда мы захватим Южно-Балтийскую империю, Карпатию, у нас, возможно, будет раскалываться страна, но, может быть, мы уже к тому времени изменим закон о наследовании. Еще у меня, кстати, золота вообще нет и очень маленький прирост, но, наверное, когда мы Новгород заберем, все исправится. Было бы здорово, если бы я мог помочь Минску и повоевать с Новгородом за Смоленск, но, к сожалению, вассалам я помогать не могу. Только вмешаться могу в войну, а это не надо нам. Надеюсь, что Минск победит. Вроде бы, общее число солдат у них побольше, хотя у Новгорода качество лучше, так что не знаю, что тут получится. Кстати, а если он вырастет? Я же смогу ему вроде дуэль объявить за титул. Точно не помню, но вряд ли мы сможем это проверить, потому что, скорее всего, к тому времени я уже все заберу. Все, престиж у меня есть. Можно нападать или, может быть, подождать, когда Минск закончит здесь. Я просто боюсь, что на них кто-то еще может напасть и отобрать мои земли. Хотя тут все слабые. Скорее всего, будет легко все отобрать. Кстати, у меня нет союзников. Только Шлезвинг, Эсталяндия не хочет со мной дружить, а сын у меня всего один. Вот, могу заключить союз с Эгдафюльки. Но они меня сейчас по-любому в войну позовут. А, и тем более, если они в этой войне проиграют, то он вообще все свои владения потеряет. Ладно, такой союзник мне не нужен. Есть еще Скона. Ярл Ивар Сигурдсен. Но вот с ними пока сделаем союз, может быть, в будущем расторгнем помолвку. Приглашает меня на праздник, конечно же, я пойду. Теплый прием, хорошо. Кстати, смотрите, что я обнаружил, когда записывал новую серию за Инквизицию. Когда я отправляюсь кому-то на пир, если приблизить к их владениям, то тут есть вот такой кубок. Если я на него нажму, то я могу увидеть, кто устраивает пир и кто на нем вообще есть. И также, кто отказался. Я впервые эту штуку вижу, хотя уже долго играю в третью часть. Без понятия, была она изначально или в какой-то момент добавили. Или может быть вообще это какой-то мод. Хотя вряд ли. В общем-то, вот такой интересный факт. Может быть, кто-то еще об этом не знал, как я. Рутенск проигрывает, значит, я буду нападать на Новгород. У них еще и восстание там какое-то. Все, отдай мне Новгород. Объявляем войну. Извини, братик, но такова жизнь. Эта война быстро должна пройти. В мире нет ничего незыблемого, особенно в военное время. Рутенская война по претензии на титул Новгород снова это подтверждает. Теперь наш противник уже не мой сводный брат, король Радислав, а королева Евпраксия. Каким образом? Цель у меня все та же, но как Евпраксия, Рюрикович смогла получить себе Новгород. А Владимир остался у Радислава. Нет, ну это вообще не годится. Может быть была фракция претендента, и мой брат решил не воевать с ними. Кстати, так будет даже лучше. Я заберу себе Новгород и сразу же смогу напасть на Владимир, не дожидаясь конца перемирия. Статус-кво предлагает. Какой статус-кво? Вот еще. Новгород должен быть нашим. Кстати, я могу позвать Радислава на войну, но у него восстание, и на него напала любим за Вологду. Да, надо скорее забирать все эти земли себе, потому что его, я чувствую, разорвут на куски. Я снова получаю себе пылающее оружие, хорошо. Правда войском я уже не командую, но плюс к военному делу лишним все равно не будет. Еще моему брату войну объявили. Хотят забрать Онегу, но она не часть империи, значит не страшно. Как же я ненавижу конфедеративное разделение. Еще и осады тысячу лет идут. Армия Новгорода на меня напала, но ничем хорошим для них это не закончилось. Я открыл себе договор об обороне, значит можно один союз без брака предложить, но кому? Мне нравится Истоляндия, мы с ними уже дружили, и они мне помогали, так что... А, нет, они не хотят. Молдавия, может быть? А, из-за того, что я войну веду, я не могу. Ладно, ну а потом обязательно сделаем с кем-нибудь союз. И у меня родилась дочь, Святослава. Кроме меня на Новгород еще нападают Луки, вассал Владимира. Хотят забрать себе Валдай. Кстати, вообще, я могу просто убить своего брата заговором, и поскольку я его наследник, то я заберу Владимир. Давайте посмотрим на наши шансы. Да, в целом я могу найти соучастников, но как-то не хочется это делать. Все-таки он мой брат, а король Станислав не настолько жестокий. Тем более, там 8 лет на это уйдет. Решим все войной. Смотрите, самое время выбрать опекуна, моему сыну Андрею. И его можно вкачать в ученость. Я думаю, это хороший вариант, потому что нам надо будет с вами реформировать наше язычество. А если будет правитель с хорошей ученостью, то это будет очень легко сделать. Так что давайте найдем хорошего опекуна. Все, вот этот Аллоеж будет воспитывать его. Мой придворный, кстати, у тебя религия немного не та. Держи небольшой подарок и обращайся. Все, 100% Новгород мы забираем себе. Как дела у Владимира? Три войны в двух проигрывает. Одна война с Менском, другая вообще какая-то огромная. В ней участвуют Владимир, Венгрия, Молдавия, Болгария, Великая Моравия и Византийская империя. Ого, ты куда ввязался, брат? У него с Венгрией союз? А, он помолвлен на внучке великого князя Леунтика. Тогда понятно. Но мы все равно распускаем нашу армию и объявляем войну ради славы. Хотя стоп, сначала надо союзника найти себе. У Молдавии сейчас разборки. А, ну да, у меня тоже до сих пор идет война. Я помогаю с кона, но идти туда не хочу. Я не думаю, что Венгрия придет к ним на помощь, учитывая, что у них там своя война идет. Так что в целом можно напасть на брата. О, здесь я уже все его земли заберу, хорошо. Тогда в атаку. Пойду сразу в столицу напрямик. Потому что он мелкий, скорее всего сидит тут в Ярославле и у меня есть большой шанс захватить его в плен. Правда на сбор армии уйдет очень много времени. Скорее бы Анагры открыть, чтобы я мог их нанимать и осады шли быстрее. А то без них осады идут очень долго. Верховная предводительница Марина предлагает дружбу. Мой вассал? Да, без проблем. Я с вассалами дружить только рад. Оружие требует заточки. Прошло много лет с тех пор, как вы последний раз ремонтировали свое оружие. Пора вернуть ему былую славу. Полностью отремонтировать за 300? Многовато. Или за 150? Подождите. Оно сейчас хорошее и может стать поношенным. Доблесть минус один. Ладно, за 150 я улучшу этот меч. Еще одна дочь родилась. Людмила. Все отлично, мой план сработал. Брата взял в плен. Навязываем требования, война закончена. Наши владения восстановлены. Только у меня тут война с би армией. Сейчас разберемся. Мой брат вроде бы не сильно расстроился из-за того, что я его завоевал. Ты же понимаешь, что без меня тебя бы по кускам разобрали. Так что будь благодарен. Зато у тебя осталось огромное герцогство Аполлия. В будущем, когда я стану императором, я обязательно дам тебе королевство. Это что такое? Снова северяне. Как же вы мне надоели. 9 тысяч. Да без проблем. Хоть 100 тысяч пусть приходят. Хотя ладно, 100 тысяч я не смогу удалить. Вообще, эту провинцию я мог бы и отдать би армии, но я не хочу проигрывать. Тем более, за победу я получу золото и немного престижа. Все, здесь война закончена. Теперь армию северян надо уничтожить. Где они? Вот они. Стоп, что? У северян даже союзники есть. Где вы их откопали? Так, хорошо. Северян вынесли. До свидания. Наконец-то войны закончились. Можно отдохнуть. Так, что мы делаем дальше? Россию я еще не могу создать. Надо все-таки до конца захватить Владимир и Бьермаланд. На Хазаров мы пока нападать не будем. Они сильные. Вот, тут есть какой-то вороней. У них надо забрать Муром. Ну и потом на север пойдем Бьермаланд и делать. Завоевание графства. Объявляем войну. Кстати, у меня еще есть покорение. И, возможно, мы его потратим на Молдавию. Потому что она тут самая большая среди всего, что я могу покорить. С венграми я не граничу, поэтому не захвачу их. А тут можно будет за герцогство просто воевать. Да, Молдавию, скорее всего, покорим. Новый сын родился. Хорошо. Все, Муром захвачен. Теперь ждем, когда военный счет накапает. Пока немного подеремся. Как там дела у моего сына? Отвага это хорошо, а вот торопливость не очень. Потому что она отнимает у него ученость. Я как раз рассчитывал на то, что он будет умным. Но, видимо, не получится. Хотя посмотрим, что у него за третья черта будет. 5 армий северян. Да вы издеваетесь. Сколько можно? Они на меня до конца игры будут нападать или что? Всегда 9000. Все, 100% забираем Муром. Теперь, как всегда, армия северян. До создания России мне еще 7 провинций надо захватить. Но это как раз вот север. Так, северяне, как всегда, получают по морде. Валите домой. Я выдумываю, повышать ли авторитет вождя. Смогу отнимать титулы, отнимать вассалов. Так ли мне это надо? Хотя вассалы вроде бы ко мне хорошо относятся. Тем более, я могу им подарки давать. И это здесь мне не особо ничего не решит. Ладно, давайте повысим авторитет. Все равно он нам пригодится. Оу, что здесь происходит, Италия? Успокойся. Блин, они тут кусочек помираний контролят. Придется с ними воевать, значит. Но это в будущем. Увидим ли мы Священную Римскую империю, неизвестно. По крайней мере, еще ни разу за все мои прохождения, когда мы начинали с 9 века, Священную Римскую империю еще не создавали. Ну что ж, думаю, пора идти на север. Начнем с Вологды. Потом захватим Чуть, Устюг, Холмогоры и так далее. В этой серии империя у нас будет точно. Любим захвачен, немного подеремся. Эх, убегают, как всегда. А вот и мой сын Андрей вырос. Как же он ужасен. Хотя образование у него неплохое, но ученость у него на девятке, к тому же он прихотливый. У меня еще Кирилл есть, может быть из него что-то выйдет. Сражаемся и, конечно, побеждаем. Все эти войны должны пройти быстро и легко. О, отлично, взяли в плен правителя. Еще 4 графства. Тогда нападаем на Чуть, это плюс 3 и потом на Устюг. Смотрите, я открыл себе навязанный вассалитет. Это значит, что с ним я тут вообще моментально все смогу захватить. И когда мы пойдем на запад, то здесь очень быстро мы все захватим. Все, последняя провинция осталась. Господи, опять вы, армия северян, как вы достали. Хватит на меня нападать. Забираем себе Чуть и опять идем воевать с северянами. Кстати, у нас тут появились сильные уканузские популисты. Точнее, не совсем сильные, просто их много. Обращаться тут все будет очень долго. Привет, северяне, как дела у вас? Вам нравится умирать? Думаю, что нет, но именно это с вами происходит, когда вы к нам приходите. Итак, еще одну провинцию. Давайте вот Устюг заберем. Всего две провинции здесь как раз. Как все-таки красиво выглядит здесь зима. Все, победа. И теперь нам остается только накопить 300 золота. И империя Россия будет создана. Но когда я ее создам, я, наверное, переименую в Русь. Мне так больше нравится. Какая же огромная рутеня, господи. Пока я коплю золота, ни на кого не буду нападать. Посидим так, устал я немного от войн. Все, золото есть. И мы создаем империю Россия. Готово. Теперь я могущественный царь. Шикарно выглядишь, друг. Теперь, как я и хотел, надо переименовать империю. Все, Русь. Так намного приятней. Давайте добьем север. Как же хорошо, что насильственная вассализация появилась. Готово. Холмогоры наши. Еще на нас нападает Биармия. Готово. И угадайте, что? Ни за что не догадаетесь. На меня опять напали северяне. У меня уже армия даже больше, чем у них. Но они все равно продолжают. Кстати, я же обещал своему брату королевство. Точно. Вот, забирай себе Владимир. Еще надо отдать Новгород. Ну и Белую Русь можно Минску отдать. Кстати, здесь вождь Терентия из моей династии. Забирай. Как приятно быть императором. В очередной раз северяне убиты. Теперь Биармия осталась у нас тут. И по сути вся Россия будет готова. Только потом надо будет еще с Хазарами повоевать. И здесь небольшой кусочек забрать. Готово. Север России полностью принадлежит нам. Создам тут тоже королевство. И отдам его Вышеславу Дюриковичу. А дальше, как я и хотел, мы пойдем на Молдавию. Захватим ее. И будем двигаться на запад. Вот, я сделаю покорение. Объявляем войну. Ждать смысла нет. Собираемся, братья. Второй сын по имени Кирилл вырос. И он тоже не очень. Может быть развестись со своей женой попробовать нового сына родить? Давайте так и сделаем. Агафья Михайлович будешь моей женой. Так, прошло уже очень много времени. Я забыл нажать на запись. Но, в общем-то, вот что происходило. Я очень долго воевал с армией северян. Наконец-то их победил. Потом у меня было крестьянское восстание. Я пошел разобрался с ним. И спустя 12 лет после моей войны с Молдавией, когда у меня было 48% военного счета, вот этот Мстислав II умер и война отменилась. Теперь я заново объявил войну за покорение. И в этот раз уже должно быть все окончательно. О, я могу улучшить свой меч и он станет отличным. Давайте. По сути это просто пустая тарата золота, но почему бы нет. Господи, опять армия северян. Я сначала закончу войну с Молдавией, потом пойду с ними разбираться. Не хочу я к ним идти. Все, наконец-то я смог покорить Молдавию, смог отбиться от очередного нападения армии севера, крестьянского восстания и... Есть одна проблема. Наш царь Станислав стал немощным. Это значит, что очень скоро он умрет. А его наследник это 10-летний Станислав, его внук. Может быть лишить его наследства? Кто там дальше идет? Мой сын Кирилл. Лишать ли его наследства или нет? Кирилл у нас застенчивый, жадный, но блестящий стратег. То есть воином он будет хорошим, но нам нужен вообще не воин, нам нужен правитель-дипломат, потому что после смерти все будет очень плохо, я уверен. Ладно, не будем никого лишать наследства, пусть правит Станислав. Давайте дождемся его кончины. Кстати, минус за наступательную войну у меня уже какой? 156. Офигеть. Моя жена еще как-то умудрилась от меня забеременеть. Пока что я ни на кого не буду нападать, потому что неизвестно, успеет ли Станислав дожить до конца войны. А в начале правления Станислава как-то не хочется воевать, потому что сначала нам надо будет с вассалами разобраться. Но он очень хорош, усердный, амбициозный. Посмотрим, что он еще получит. И золото я тоже пока никуда не буду тратить, потому что она нам точно пригодится. О, армия северян. Привет, привет. Им все мало и мало. Просто огромным войском выносим все, что у них есть, и как обычно, они валят домой на север. Почему он так долго живет? Я думал, ему год хватит на то, чтобы умереть. Ладно, на этом мы будем заканчивать тогда нашу серию. Надеюсь, что она получилась, как я и хотел, на полчаса хотя бы. Мы в ней наконец создали Российскую империю, переименовали ее в Русь, покорили Молдавию, и в следующей серии будем идти на Запад и присоединять к себе западных славян. Но это, конечно, в том случае, если у Станислава не будет проблем. Во внутренней политике они, скорее всего, будут. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, эта серия вам понравилась. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Вступайте в группу ВК, пишите в комментарии, как вам эта серия. Всем спасибо и всем пока.